А вы знали, что на завтрак нужно есть продукты со сложными углеводами и белками? Обед должен быть самой насыщенной трапезой за сутки. А на ужин лучше всего приготовить легкое блюдо. Сегодня поговорим о важности правильного питания. Завтрак заряжает организм энергией на целый день. 30% калорий от суточной нормы должны быть употреблены в утренний прием пищи. Завтракать лучше всего через 20-30 минут после подъема. В идеале перед едой провести легкую зарядку и выпить натощак стакан воды комнатной температуры. Если мы с вами говорим об идеальном завтраке, то это завтрак, который содержит и белки, и жиры, и углеводы. По калорийности это один из наиболее калорийных приемов пищи в течение всего дня. Но здесь нужно сказать о том, что если вы не тренируетесь и ведете малоподвижный офисный образ жизни, то здесь калорийность будет меньше, чем у среднестатистического человека. По калориям это порядка 450 килокалорий для женщин и для мужчин 600 и более. Перекусы помогают сдерживать чувство голода. Кроме того, так вы поддерживаете работу желудочно-кишечного тракта, улучшаете обмен веществ. Обычно перекусы включают в схему питания между завтраком и обедом, обедом и ужином, а также перед сном. Для перекуса подойдут. 6-8 штучек кураги, порядка 8-10 штук чернослива и, конечно, те фрукты и овощи, которые вы в течение дня готовы употребить. Например, это красный перец, либо яблоко, либо это апельсин, либо мандарин. Но здесь нужно сделать оговорку. Если у вас есть какая-либо аллергическая реакция, либо какая-то пищевая непереносимость, то здесь, конечно, нужно прислушиваться своего организма. Обед должен быть самой насыщенной трапезой дня. На него приходится приблизительно 45% от всей дневной нормы калорий. В качестве основного блюда можно съесть большую или среднюю тарелку салата. Важно, чтобы в нем присутствовали овощи, свежая зелень. Вместе с салатом можно употребить отварную или запеченную рыбу, курицу, нежирную телятину. Желательно готовить их без добавления масла. Также обязательным компонентом здорового обеда является суп и гарнир в виде полезных углеводов – гречка, либо рис. Что касается ужина, то он должен быть следующим. Основной момент в том, что от основного нашего рациона он должен составлять порядка 10-15%. Ужин должен быть облегченным. И здесь важно отметить такой момент, что овощи должны быть не сырыми, а приготовленными. Одной из основных составляющих ужина является белок. Он должен быть легким. Как правило, такой белок входит в состав морепродуктов – рыбы, фасоли, яиц, грибов, чечевицы, творога и белого сыра. Что касается жиров, то наиболее подходящими для ужина будут растительные, либо находящиеся в самих продуктах. Не рекомендуется употреблять на ужин углеводы, в особенности легко усваиваемые. Важно отужинать за 2-3 часа до сна, чтобы пища успела перевариться. И помните, здоровое сбалансированное питание благотворно сказывается на всех функциях организма.